Нарушителей карантина будут штрафовать и сажать в тюрьму. Государственная Дума России 31 марта приняла пакет законов, связанных с борьбой против распространения нового типа коронавируса. Сразу в трех чтениях депутаты одобрили законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина и ложную информацию об инфекции. Согласно документу, если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более человек, нарушителю грозит наказание до семи лет лишения свободы. Штрафы могут составить от 500 тысяч рублей до двух миллионов рублей. Ужесточить ответственности за нарушение соответствующих правил по неосторожности, которое могло привести к массовым заболеваниям или отравлениям людей, либо создавшие угрозу наступления таких последствий. Если повлекло смерть двух и более лиц, то здесь лишение свободы возможно до семи лет. Я специально обратил внимание на то, что это форма вины по неосторожности. Если это специально сделано, это уже будет другая квалификация. Это будет либо терроризм, хулиганство, либо диверсия. Там, соответственно, мы понимаем, что совсем другая будет картина. За ложную информацию о коронавирусе предусмотрен штраф до 700 тысяч рублей, а минимальная сумма взыскания составит 300 тысяч. Если из-за распространения фейка будет причинен вред здоровью людей, штраф составит до полутора миллионов рублей, а срок лишения свободы до трех лет. Если же из заложенной информации погибнет человек, штраф увеличится до двух миллионов рублей, а срок лишения свободы до пяти лет. Штрафы большие. Они в сравнении с предыдущими штрафами в разы отличаются. И это также сделано для того, чтобы те, кто не понимают своей ответственности перед обществом, перед окружающими, знали, что за это будут наказаны. А если только люди пострадают, это наказание будет очень серьезное. Кроме того, парламентарии приняли поправки в бюджетный кодекс страны, чтобы помочь регионам бороться с коронавирусом. Речь идет о переносе платежей в рамках бюджетных кредитов 2020 года за 2024 год. Объем составляет 78 миллиардов. Это ощутимая помощь регионам, которые должны были выплачивать эти средства в текущем году. Их они теперь могут направлять в том числе на решение задач, которые стоят перед нашей стороной в плане защиты граждан. И в каждом регионе своя ситуация.